Стереотипы об итальянцах. Как любая другая страна, Италия полна стереотипов. Действительно ли итальянцы постоянно едят только пиццу? В самом ли деле они до самой старости живут с мамой? Управляет ли страной мафия? Перед тем, как приступить к стереотипам более детально, не забудьте подписаться на мой канал, так вы будете чаще видеть интересный контент о разных городах и странах. Итальянцы круглосуточно едят пиццу и пасту. Это два блюда, с которым у многих ассоциируется эта страна. И да, безусловно, итальянцы их очень любят. А пиццу принято есть одному человеку целиком, а не делить ее на всю компанию, как это делают у нас. Что касается пасты, то нам и правда может показаться, что едят они ее довольно часто. Но если для нас все ее разновидности это макароны, то для местных это все разные блюда. Кстати, макаронами категорически нельзя называть святую пасту при итальянцах. Карбонара. Спагетти с маленькими кусочками панчетты, то есть бекона, на яичном соусе с сыром. Чаще всего ее едят в холодное время года, так как она помогает согреться и оставаться сытым довольно долгое время. Лазанья. Это тоже разновидность пасты, только для запекания. Канелони. Блюдо, похожее на лазанью, но завернутое в трубочки. Тартеллини. Итальянские пельмени. Малые пасты, вот вам другие виды пасты. Спагетти, спагеттини, фарфали и так далее. Все это может готовиться как с помидорами, так и с соусом песто. Ну и многими различными другими соусами. И конечно, помимо знаменитой пасты и пиццы, существует и масса других блюд, не менее любимых итальянцами. Ризотто, пьядо, фрита, миста, фокаччо, фритата. Итальянская кухня очень насыщенная и богатая. Даже поэтому уже нельзя утверждать, что итальянцы едят только пиццу. Второй стереотип об итальянцах. Помимо того, что они постоянно едят, они еще и постоянно пьют вино. А как его не пить, когда в стране самые лучшие вина? Просекко. Символ итальянской дольчевиты, то есть сладкой жизни. Все потому, что Просекко как элемент роскоши воспел в своем одноименном фильме Федерико Феллини. А Мартини полюбился так сильно всему миру, что бутылку с ним можно увидеть на 73-й минуте фильма Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Также в 1977 году автомобильная компания Porsche выпустила лимитированную линейку авто под названием «Мартини Эдишн». Это правда, что итальянцы нередко выпивают бокал вина во время обеда, аперитива или ужина. Но они не напиваются так, чтобы еле стоять на ногах. Бокал вина во время трапезы скорее как часть итальянской культуры. После одного бокала можно и смело садиться за руль. Это не будет нарушением. Максимум допустимого содержания алкоголя в крови водителя 0,5 промилле. Сколько и содержится в одном бокале. Помимо вина итальянцы также могут завершить трапезу диджестивом, который помогает в пищеварении. Лимончелло. Третий стереотип. Итальянские мужчины чересчур привязаны к матери. Даже сами итальянцы шутят на эту тему и называют друг друга «мамоне», что значит «маменькин сынок». Когда-то итальянцы действительно не покидали отчий дом лет до сорока. И наверняка кто-то так делает и по сей день. Сейчас же молодежь более самостоятельна. И молодые люди сами нередко стараются вылететь из птичьего гнезда относительно рано. Во время студенчества. Ребята снимают комнаты и живут в компании студентов, все же не под надзором родителей. И учатся таким образом постепенно строить самостоятельную жизнь. Но будет справедливым отметить, что кто-то из них действительно возвращается к родителям после окончания университета и живет какое-то время с ними. Даже будучи в серьезных отношениях или браке. Если возникают какие-то трудности с работой или жильем. Но и родители никогда не бывают против, поскольку в Италии семья это святое. Взрослые дети могут жить отдельно, но не обязательно будут часто видеться, устраивать домашние посиделки, причем нередко всей семьей. Там будут не только родители, но и бабушки, дедушки, тети, дяди, племянники и всех, кого там позовут. Те, о ком я только что упомянул. Так что, если вы решите выйти замуж за итальянца, будьте уверены, что мать вашего мужа итальянца будет присутствовать в вашей жизни всегда. А потому стоит с ней подружиться. Я почему-то решил, что именно женщина, девушка смотрит это видео. Тоже, кстати, касается, если вы хотите найти себе жену итальянку. Вы хотите найти себе жену итальянку? Итальянцы очень шумные, это четвертый стереотип. А еще медлительные, постоянно опаздывают и все, что с этим связано. Это, пожалуй, тот самый стереотип, который является правдивым. Итальянцы нация очень эмоциональная. Они в самом деле разговаривают громко, экспрессивно и жестикулируя. Эти кацо ди парручеры, которые ванны в casa, а густые капли и фэпп. А так как они поклонники той самой сладкой жизни и их девиз «Dolce for Niente», что значит «Сладость ничего не делания», то они действительно не особо суетятся, плывут по течению и наслаждаются каждой минутой жизни. Также они не переутомляют себя работой. Если вы были в Италии, то наверняка заметили, что многие магазины работают только до 7 вечера. А такие инстанции, как почта или банк, и вовсе могут работать только по 4 часа в день. И рабочий график – это одна из немногих вещей, в которой они пунктуальны. Чего нельзя сказать о постоянных задержках поездов и автобусов. Мало того, что они ходят не совсем по расписанию, так еще и местные забастовки общественного транспорта стали чуть ли не традицией страны. Если в городе забастовка, шансы добраться до нужного вам пункта снижаются в разы. Но вот а что касается экспрессивности и медлительности, то им больше подвержены южане. Северяне же, особенно жители Милана, более сдержаны в общении, а также более пунктуальны. Даже сами итальянцы шутят и создают мемы на тему того, что как только ты переезжаешь в Милан и становишься «Milanese vero», то начинаешь больше внимания уделять своим делам. Вливаться в более быстрый ритм города и опаздывать на встречи и другие важные мероприятия у тебя возможности уже нет. Милан? Такой Милан. Пятый стереотип. Страной правят мафиози. На самом деле с мафией уже давно ведется усиленная борьба и, к счастью, ее влияния все меньше. Сейчас мафия – это одна из самых сильных и опасных группировок, но изначально она создавалась с благими целями. Она была создана для того, чтобы защитить рыбаков и земледельцев Сицилии от пиратов. Но когда вторжения прекратились, мафия продолжила свое существование и, самое известное, конечно же, Коза Ностра. Что переводится как «наша вещь» или «наше дело». В январе 1923 года был арестован ее глава Матео Мессина Денаро. Он был в розыске 30 лет. Считается, что мафия бессмертна. И это тоже неспроста. Согласно трататива стата мафия, дословно переговоры государства мафии, государство Италии и местная мафия заключили некий договор между собой. И та, и другая сторона должна выполнить ряд требований. И тогда обе они могут быть спокойны и при этом продолжать свое существование. Переговоры были проведены в 1992-1993 годах после массовых атак мафиози. Целью переговоров было остановить атаки мафии взамен на смягчение мер по задержанию. 6. Все итальянцы смуглые кореглазые брюнеты и брюнетки. Отчасти это верно. Природа позаботилась о жителях солнечной страны с жарким климатом. Как правило, южане обладают более темным цветом кожи, за который отвечает меланин. Он является защитой от проникновения лучей солнца, не давая развиться меланомии. Но далеко не все итальянцы похожи на героя игры Супер Марио. 7. Футболист Франческо Тотти и обладатель голубых глаз и более светлого оттенка волос. Тоже можно сказать и о голубоглазом актере Гаспари Капорони, известному по сериалу Комиссар Рекс. Он и вовсе рыжий. Фотомодель Бьянка Балти, хоть и брюнетка, но не жгучая и тоже со светлым оттенком глаз. Не похожа на итальянку и Беатриче Баромео, представительница одной из древнейших итальянских семей, аристократической династии Баромео из Милана. Ну что, на этом о стереотипах итальянцев мы заканчиваем. Не забывайте подписываться и, кстати, можно здесь и вставить вставочку нашу. Ребята, по статистике мои видеоролики 90% зрителей смотрят без подписки. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, так вы чаще будете видеть подобный контент. И обязательно пишите в комментариях, на какую тему вы бы хотели увидеть следующий выпуск. Мы с командой читаем все комментарии и выбираем самые классные идеи, на которых снимаем выпуски. Ставим лайк, подписываемся, пишем тему. Я вам также обещаю, что в следующих выпусках мы будем дарить классные призы и подарки. Наши партнеры из-за рубежа отправляют нам классные всякие штучки, которые мы будем дарить вам в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok